Сегодня речь пойдет о фазовом пространстве механических систем. На самом деле здесь есть разные причины для того, чтобы говорить об этом особо. Прежде всего это связано с тем, что изучение аналитических уравнений Гамильтона не всегда наводит на конструктивные идеи, а наличие такой визуализации позволяет значительно больше достичь понимания системы, которая изучается. Прежде всего это стало актуальным именно в хаотической динамике, где на одной и той же площадке разыгрываются области, где есть очень хорошее устойчивое регулярное движение, и где-то совсем рядом может быть совершенно картизованное движение. Поэтому роль изучения поведения системы в фазовом пространстве чрезвычайно высока, особенно в случае гелинейной динамики. Тут конечно есть свои издержки, прежде всего они состоят в том, что хорошо визуализовать можно на самом деле не очень многомерные системы. Ну, по чисто, так сказать, понятные причине, поскольку у вас реально мир трехмерен, если, скажем, изображать его на каком-нибудь там, скажем, рисунке или графике, то он будет в лучшем случае псевдо трехмерен, но плоский. И, соответственно, здесь есть свои, конечно, ограничения, но в то же время интерес к этой части, что ли, изучения нелинейных систем оправлены еще и тем, что многие эффекты, связанные с нелинейной динамикой, с неустойчивой динамикой, с возникновением динамического хаоса, проявляются уже в системах относительно низкой разумялости. Вот. Ну, после вот такого краткого поведения я перейду, собственно говоря, к предмету сегодняшнего обсуждения. Фазовое пространство многомерных систем. Ну, прежде всего, если посмотреть гамильтонов подход, то в нем импульсы, координаты, в общем-то, выступают на равных основаниях, и поэтому, если мы, скажем, движение в лагранжевом формализме чаще всего стремимся себе представить в трехмерном пространстве, то в случае гамильтонного подхода число координат этого пространства удваивается. То есть, входит как импульсное пространство, так и координатное пространство. Вот эта система имеет n-степени свободы, соответственно, так сказать, размеры с этого пространства 2m. Вот. Ну, дальше, ключевой момент состоит в том, что в случае нетривиальной нелинейной динамики, топология фазовых траекторий может быть очень сложной, запутанной, и, соответственно, изучение какой-то наглядной картинки или наглядной классификации сильно облегчает именно интерпретацию того, что мы видим. Прежде чем разбирать поведение системы, произвольные системы в фазовом пространстве, хотелось бы остановиться на двух достаточно простых, но важных свойствах траекторий фазовом пространстве. Ну, прежде всего, если мы имеем какую-то траекторию фазовом пространстве, то в данный момент времени никакая другая с ней не может пересекаться. Это, на самом деле, сильное утверждение, но имеет достаточно тривиальную природу. Потому что если у нас две траектории в какой-то момент времени не пересеклись, это означает просто не единственность решения в родине Гамильтона. Вот. Ну, есть, как бы, несколько усилений этого утверждения, что если у нас энергия сохраняется, то траектории не могут пересекаться даже те траектории, которые отвечают разным моментам времени. Но это тоже понятно, потому что если у нас Гамильтония не зависит от времени, у нас есть симметрия по времени. И поэтому без всякого, скажем, потери общности можно сдвинуть траектории, которые пересеклись в разные моменты времени, в одну точку и вернуться к первому утверждению. Вот. Но это, как бы, совсем простое утверждение. Следующее утверждение, оно чуть-чуть, может быть, сложнее, но, тем не менее, еще более важное. Представим себе, что мы взяли какую-то, скажем, границу фазы, ну, скажем, условно, взяли кучок траекторий в фазовом пространстве, имеющие границу С1, то есть в какой-то начальный момент. То есть это распределение точек в фазовом пространстве, вот, и в начальный момент они лежат в какой-то области с границей С1. В последующие моменты времени эти точки будут как-то двигаться в фазовом пространстве, и граница С1 будет трансформироваться в новую границу, которую назовем С2. Но важное утверждение, которое следует из, на самом деле, из первого уже, так сказать, наблюдения, это то, что все траектории, которые были внутри этой области, они всегда останутся внутри. Те, которые, так сказать, снаружи, всегда останутся снаружи. Вот. Ну и, по сути дела, если вы хотите понимать эволюцию траектории подачи в какую-то область, вам достаточно изучить поведение границы. Траектории на границе этой области. Вот. Следующее утверждение, я, может быть, как говорится, повторяю стандартные курсы, но мне кажется, это не лишнее. Следующее утверждение, это вот имеет достаточно широкую известность, терема Леубина называется. Это утверждение, по сути дела, так сказать, оно формулируется по-разному. Иногда это формулируется как постоянство, скажем, если у вас есть какая-то функция распределения, то постоянство этой функции распределения на каждой из траекторий. Вот, собственно говоря, сейчас мы это увидим. Это утверждение берется из очень, как говорится, простых, так сказать, посылок. Мы рассматриваем, допустим, мы берем функцию распределения, нормированную надлежащим образом на единицу. Это функция распределения каких-нибудь точек, какой-то начальный момент внутри какой-то области фазового пространства. Далее мы смотрим эволюцию траектории стартующих с этих точек и пишем, ну, у нас есть плотность этих траекторий в каждой точке, и мы можем записать уравнение непрерывности. Прерывод этого уравнения непрерывности очень проста, просто вероятность должна сохраняться. Если в начальный момент она была нормирована в функции, то она будет нормирована во все, так сказать, остальные моменты времени. Ну и дальше просто записываем, расписываем это уравнение непрерывности и пользуемся уравнениями Гамильтона. Вот уравнения Гамильтона, если смотреть сюда, они на самом деле сокращают это и вот это с ногами, потому что вот это dp с точки равняется dh парад dq, а... нет, там нет, минус, 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 минус. Ну и, соответственно, поскольку в итоге оказываются одинаковые перепресные производные только с разным знаком, эти слагаемые уходят и возникает такое простое утверждение, которое фактически, так сказать, является одной из формировок теремы Грубиля. Мы просто видим, что то, что осталось, есть просто полное производное функциональное распределение по времени и, соответственно, так сказать, ее неизменность вдоль траектории как раз и означает разницу этой производной... Вот. Ну, кстати, еще... А все-таки уравнение непрерывности, это что такое... Это уравнение непрерывности, это уравнение, которое постулирует, что вероятность, полная вероятность всех траекторий сохраняется. Потому что если у нас есть какое-то начальное распределение траекторий по вероятности, то есть в каждой точке фазового пространства с какой-то вероятностью, это, как говорится, фактически, так сказать, это доля траекторий, попадающих в данный объем фазового пространства. Ясно, что она нормирована на полное число траекторий, так сказать, если просто брать плотность траектории, но если поделено на полное число траекторий, получим вероятность. Поскольку траектории сохраняются, то есть они не пропадают и не возникает ни с чего, поэтому... А почему это круглые-то в равнине? В равнине, ну это... Это производная по времени этого интеграла. Так, это частная производная по времени функция вероятности, а здесь просто дивергенция-то тока. Только как будто в этом фазовом пространстве. Ну, вот эту дивергенцию узнаете, нет? Нет, не знаю-то я узнаю, я просто думаю, почему это есть поток. В скобках поток. То есть у нас это двоймерное пространство. И у нас фактически импульсы и координаты, они на равных уже основаниях, они как некоторые обобщенные, совсем обобщенные координаты в этом пространстве. Ну, вот тогда чисто диэлектрически это фактически, так сказать, и P с точкой, и Q с точкой это скорости. Только вот P с точки это в импульс на пространство, соответствующая скорость, а Q с точки в координатной части. Вот, и поэтому, так сказать, фактически смысл достаточно прост, хотя он может быть не очень привычный, так сказать. Сейчас, в общем, вот это уравнение 32, оно на самом деле какое-то странноватое. А в чём эти проблемы? Ну, то есть, когда у нас просто сохранение вероятности, это просто берём полную производную по времени от функции распределения, и всё. Ну, очень понятно, откуда вот эти слагаемые, которые потом всё равно сокращаются. Нет, они же все сокращаются. В этом смысле, конечно, это запись разных фактов, так сказать, с разной точки зрения, но на самом деле, так сказать, фактически, так сказать, это одно и то же утверждение, только в разных видах, понимаете? Ну, можно, скажем, стартовать с нижнего, потребовать, чтобы у вас вероятность вдоль траектории сохранялась. Хотя, мне почему-то это кажется менее очевидным утверждением, хотя, вот, скажем, если мы берём от стартовых 32, то это, ну, фактически, так сказать, если мы в интегральной форме посмотрим, значит, в какой-то области какая-то вероятность, то она никуда не исчезнет, так сказать, из-за исключения того, что уйдёт через границы этого выделенного объёма. Ну, и, фактически, мне казалось, что вот с вероятностью проще, так сказать, как бы, обосновать, сохранение вероятности проще обосновать, чем сохранение функции распределения на линии тока. Ну, на линии, вот это, куда движутся, на траектории, короче. Вот. Есть ещё вопрос? Нет? Дальше, да? Ну, хорошо. Теперь, как говорится, пойдём дальше. Вот есть ещё интересный изверинец, так называемых интегральных вариантов Панкаре. Само по себе, на самом деле, утверждение, оно существует в разных формах, мы, на самом деле, весь этот заявитель разбирать не будем. Но, вот, фактически, первое утверждение, оно, на самом деле, так сказать, интегральный аналог этой теории Малюбиля. И оно имеет, как говорится, простую интерпретацию, что фазовый объём, по всем, как говорится, полный фазовый объём, вот, двоймерный, он занимаемой системой сохраняется. Ну, на самом деле, я... Сейчас, а вот в разные моменты времени здесь интеграуды убраться по разным... Это фиксирую на момент времени. Нет, вот я фиксирую на момент времени вычика, интеграуд берётся по некой поверхности, по той пространстве. Да, да. В следующий момент времени я её по какой поверхности должен убраться? Ну, вот, мы границу... Сейчас, на самом деле, мы выбираем какой-то пучок траекторий. То есть, это пучок, да? Пучок траекторий, да. Это пучка траекторий, на самом деле. Речь идёт именно о пучке траекторий. И, выбирая этот пучок траекторий, мы можем, как бы, смотреть его, например, фазовый объём в разные моменты времени. Ну, и, по сути дела, если, скажем, забегать вперёд и упомянуть именно хаотическую динамику, то, конечно, на самом деле, пользы от этого сохранения объёма не очень много, поскольку граница очень сложной становится от этого объёма, так сказать, со временем. И, реально, фактически, так сказать, ну, мы это будем там, когда мы будем изучать экспоненциальную неустойчивость, мы, собственно говоря, поймём, что в каких-то направлениях области могут становиться экспоненциально узкими, а в каких-то других направлениях экспоненциально быстро растягиваются. И, в принципе, это действительно приводит к тому, что сама функция распределения будет в пространстве занимать больше объём, всё больше и больше объём, например. Но, вот, если мы точно по этой границе, следуя, так сказать, сосчитаем число частиц, находящихся внутри той области, которая отвечает начальным траекториям, вот, то этот объём будет постоянен. Ну, и это свойство коллектоновой динамики, совершенно, так сказать, как говорится, важное и решающее, и в этом смысле любые диссипативные эффекты, на самом деле, могут заметно изменить эту картину. Ну, об этом тоже мы в своё время поговорим. Вот, ну, я могу здесь скажу, что, на самом деле, есть, вот, вот, n различных вариантов по МКРЭ, вот, если первый, это, скажем, вариант, который мы, это n-т степень по, их по размерности удобно классифицировать, n-т степень по импульсу, n-т степень по координате, то, ну, вот, следующее, это будет сумма, скажем, фазовых объёмов, сумма различных вариантов, когда, допустим, одну пару, сопряжённую, допустим, G, ну, там, P, G, N, уже исключили, и, вот, по остальным вычисляем фазовый объём, таких-то слогального будет у нас G, это будет сумма по G, например, произведение G не равно G, от D, P, I, D, Q, и, вот, так вот. Ну, и таких вариантов будет, естественно, n-т степень по размеру, размерность A2 меняется до двойки, на самом деле, достаточно... Потому что стоит произведение, правильно я понимаю? То есть, вот в этой 36-й форме, там же произведение должно стоять? Сейчас, нет, нет, здесь не стоит произведение, здесь на последнее, да, на последнее. Это я второй вариант написал, если, скажем, мы третий напишем, то тогда здесь будет, соответственно, меньшая размерность произведения войдёт, ну, и, короче говоря, вот такая комбинация, так сказать, n-вариантов, конечно, это вовсе не означает, что, так сказать, эти n-варианты, так сказать, независимы, поскольку, так сказать, иначе бы это просто бы означало бы, что все системы интегрируемые, вот. Ну, а то, что, так сказать, скажем, в некоторых случаях какие-то виды и вариантов удаётся с большей степенью лёгкостью определить, чем другие, это иногда помогает. Но вот практическую значимость вот имеет, помимо первого варианта, который так полный базовый, ещё имеет вот вариант последний, который, ну, и который, на самом деле, имеет размерность просто действия в первой степени. Вот. Если применить терему Стокса, вот, в 2006, то получим вот такой интеграл по запутанному контуру, но этот запутанный контур берётся в фиксированный момент времени, так сказать, то есть это фактически, так сказать, у нас, ну, ну, фактически, так сказать, это не то, что вот в случае вычисления действия, так сказать, там другое тогда возникает, поэтому здесь лучше, как говорится, их не смешивать. Вот. То есть, фактически, так сказать, если мы, вот, скажем, ну, дальше мы это будем использовать при обсуждении действия, то есть сравним это с действием. Ну, вот, что касается интегральных вариантов, то, на самом деле, есть, как говорится, литература, в которой они более-менее подробно разобрана и выведена, это, например, часть из них в Голдстейне, по-моему, так сказать, есть, потом есть некоторые из них, по-моему, так сказать, полный фазовый объём Блондау точно есть, и вот последний тоже есть. Ну, это как-то, на самом деле, означает, что промежуточные варианты не очень, так сказать, они хорошо помогают в реальной практике. По-моему, ещё в книжке Гантмахера было подробный разговор всех их вариантов, так сказать, с подробным выводом, так сказать, карта жизни. Вот. Но это в своё время было довольно таким интенсивно развивающимся разделом механики, и поэтому там, дети, работали хорошо. Вот. Следующее, о чём я хотел поговорить, это так называемое расширенное фазовое пространство. Вот здесь, как бы, есть довольно важный физический результат, который, так сказать, на самом деле говорит о том, что нестационарные системы можно свести к консервативным, то, скажем, если гаментонян у вас зависит от времени, то, в принципе, вы можете построить эффективный гаментонян, который уже будет независимым от времени, хотя, конечно, это будет отвечать немножко другой задаче и немного другому числу, другому числу степеней свободы. Ну, утверждение, на самом деле, довольно простое. Вот если мы запишем вариационный принцип, который, так сказать, обычно получается уравнение гаментона, то, на самом деле, так сказать, уже из этого мира напрашивается проинтерпретировать гаментонян как еще один импульс. Вот. То есть, не только симметрия между импульсами и карбинатами. Вот, если сюда посмотреть, то диск мемпульс 8, то видно, что мы можем ввести... Здесь сделано следующее. Вот здесь фактически, так сказать, вместо времени, так сказать, введен некий параметр, который можно выбирать производным образом, на самом деле, так сказать. То есть, вот с временем связываем какую-то функцию дзит, так сказать, и тогда формально мы действительно можем записать вот этот интеграл действия, по сути дела, 38 варьируется действие, но записать не как интеграл по времени, а интеграл к какому-то эффективному времени. Но если, как говорится, рассматривать это новое эффективное время, то тогда само время исходное может рассматриваться как еще одна координата, а ингамильтониан, который входит в это выражение, может рассматриваться как n плюс 1 и ну и соответственно тогда можно рассматривать уже 2 н плюс 2 мерное фазовое пространство в котором роль во времени будет играть этот параметр звука. Ну тогда вариационный принцип несколько простой метод получается. старые импульсы тогда это что такое будет? Старые импульсы это те импульсы которые от единицы до n они те же самые по сути дела а n плюс 1 он совпадает с минус гамильтонианом на самом деле. Чтобы симметрию восстановить приходится там минус. Но видно что на самом деле формально это сделать можно. вот ну и чему это ведет? Это ведет на самом деле к тому что мы строим новый гамильтониан можно построить соответствующую производящую функцию и новый гамильтониан уже у нас зависит только от координат импульсов но не от зита. То есть получается что по отношению к новому введенному времени у нас этот гамильтониан уже консервативный то есть он независит от времени есть симметрия по времени возникает вот ну и фактически так сказать дальше для нового гамильтониана можно построить уравнение движения канонически они принимают тот же самый вид и фактически так сказать возникает ситуация что у нас реально вот задачи нестационарной неконсервативной мы перешли к задаче консервативной но с размерностью фазового пространства на двоечку больше вот ну естественно так сказать эта связь работает в обе стороны так сказать если мы возьмем допустим начальный гамильтониан который у нас от времени не зависит то оказывается мы можем тоже построить гамильтониан правда уже меньше размерности чем этот понятно что связь она просто как бы транслируется только мы с одной стороны пришли к этой связи можем также построить в обратную сторону связь и тогда консервативный гамильтониан размерности n будет связан с гамильтонианом неконсервативной задачей с размерностью так сказать с числом степени свободы на единицу меньше фактически так сказать чему это должно научиться прежде всего в нелинейной динамике наверное многие слышали есть как бы два класса задачи задача где система не автономна то есть на нее действует какая-то внешняя сила так сказать соответственно так сказать гамильтониан зависит от времени это примером таких задач является в частности гикротатор который изучался Чириковым ну и многие другие отображения которые фактически так сказать рассматривают нестационарную задачу там есть сила зависящая от времени то есть гамильтониан там явным образом зависит от времени вот и с другой стороны есть круг задач которых полная энергия фиксирована это речь о бильярдах идет вот в бильярдах на самом деле у нас фактически частица ну в самой такой чистой постановке этой задачи частица бегает с постоянной энергией между по области ограниченной достаточно сложной границей в общем случае и соответственно после каждого соударения энергия у нее сохраняется но скажем она нерегулярным образом в итоге отскакивает от стенок в конце концов там отклонения от траектории в случае хаотического движения могут нарастать в случае регулярного движения эти отклонения будут оставаться достаточно скажем малыми ну по крайней мере отклонения допустим если мы внесли какую-нибудь ошибку ну там или слабое возмущение траектории так сказать на траекторию наложили то дальше так сказать можно в зависимости от устойчивости либо неустойчивости системы предсказывать разный вид революции но в одном случае когда у вас динамика регулярная это отклонение может быть либо конечным либо просто расти максимум линейно со временем вот а в другом случае так сказать когда у вас есть экспоненциальное неустойчивость вот это отклонение может нарастать экспоненциально ну и тогда я не знаю хаусом вот да поскольку тогда вот сколь угодно малое отклонение оно все равно за логоистическое время так сказать нарастет до величины порядка единицы это как раз является таким прирожденным важным свойством хаотической динамики то есть дальше какого-то времени предсказать поведение системы не можете принципиально вот ну и собственно говоря вот это сравнение систем консервативных и неконсервативных на самом деле позволяет переносить результаты полученные для одних систем на другие системы например то что консервативных на неконсервативные и набрать вот дальше но следующее что я хочу так сказать обсудить это достаточно так сказать интересный взгляд на величину называемого действия строго говоря вот в случае достаточно многомерных систем это может выглянуть громоздко но если скажем проиллюстрировать эту ситуацию то мы можем просто рассмотреть скажем для простоты одномерный осциллятор и вот чтобы идея стала ясна это величина называемого действия про которую заранее мы не знаем ничего она может быть инвариантной может не быть инвариантной то есть как она связана с теми инвариантными тонкары которые мы только что обсуждали вот я напомню что вот этот интеграл 43 который здесь нарисован он на самом деле есть интеграл вдоль траектории вот и здесь P и Q зависит от времени то есть на самом деле это интеграл который связывает у вас который на самом деле не локален во времени в отличие от тех инвариантов которые рассматривал Панкаре строго говоря это на первый взгляд могло привести к мысли что между ними никакой связи нет но сейчас мы увидим что эта связь действительно возникает и нам поможет в этом использовании как раз расширенного фазового пространства вот идея на самом деле если пояснить кратко на словах она состоит в том что вы можете перейти к расширенному фазам пространства в котором роль времени будет играть уже совсем другая величина а вот разные скажем моменты времени они будут отвечать просто разным траекториям на этой в этом фазовом пространстве вот ну и в принципе так сказать на стиляторе это делается так что мы опять же вводим расширенное фазовое пространство импульс который будет равен также минус h вот ну и для простоты мы рассматриваем ситуацию когда h константа ну собственно говоря это довольно интересный случай потому что тогда действие становится сохраняющейся величиной вот и если h константа то вот если мы запишем инвариант это у нас в каком смысле константа значит сейчас от времени то есть она явно не зависит от времени то есть смысл как раз именно в этом вот ну если h явно не зависит от времени то вообще говоря она интеграл движения то есть она на самом деле константа правильно движение по траектории поэтому ясно что вот в этом случае так сказать мы можем если мы запишем вот этот самый у нас сейчас выражение 44 время уже играет роль координаты то есть мы фактически так сказать при фиксированном вот это время уйдзитов вычисляем вот этот интеграл по замкнутому контуру вот и соответственно так сказать с тем что у нас это вариант понкареут последний который мы обсуждали он естественно является константой но нам хотелось бы этот интеграл связать с интегралом 43 который на 10 оттуда следует что 44 37 это то же самое то же самое фактически мы что здесь видим вот если это у нас минус n тогда фактически это система двумерной становится и у нас возникает такой интеграл фактически там пдк и там п только которая равна минус h а второе q это размерность это t у нас вот и получается что в этом случае мы как бы вычисляем для двумерной системы вот этот инвариант вот вообще говоря контур конечно не совсем совпадает с тем что у нас они вообще совершенно разные контуры в разных пространствах ну да там вы сидите на одной траектории правильно ну да а здесь мы имею некоторую область по которой так сказать я хожу это перебираю на самом деле траектории которые находятся на границе ну да 43 интеграл по какому контуру это 43 интеграл идет по контуру который связан с движением осциллятора то есть это по ну можно скажем так написать если по времени то тогда были кусочки по дт вот так вот если мы явно решили задачу для осциллятора то мы можем вычислить этот трус в принципе на самом деле вдоль периода мы рассматриваем та важная вещь на самом деле конечно этот интеграл действия имеет смысл строить именно в биологическом направлении тогда определен как некоторая конечная величина и собственно говоря смысл этого выражения 40 это мы просто идем по периоду из какой-то точки выходим и возвращаемся вместе с системой так сказать вот и вычисляем вот такую величину такое величину мы называем действие вот ну а вот интеграл 44 это у нас на самом деле множество траекторий и мы на самом деле просто перебираем как бы вот идем по границе и соответственно так сказать ПДК это вообще говоря интеграл по некоторой области взятый при постоянном времени ну уже дзитом времени у нас вот такая здесь ситуация вот дальше это при постоянном дзитом берется да это при постоянном дзитом берется ну на самом деле с дзитом во-первых у нас есть довольно большой произвол потому что мы как хотим так и выбираем где же бы так сказать он однозначно был вот дальше так сказать и контур который мы вот скажем который охватывает наши траектории тоже может быть выбран достаточно произвольным образом в этом смысле мы можем потребовать чтобы вот мы можем потребовать чтобы вот здесь есть картинка так я еще утверждение предыдущее ясно что если контур замкнутый допустим в этом случае то поскольку аж у нас интеграл движения и константа то фактически интеграл от константы по замкнутому контуру всегда даст 0 поэтому мы можем вот аж здесь просто даже выкинуть сразу и остается вот из 44 остается 45 но по-прежнему как бы доказали что тдку у нас константа вот ну чуточку приблизились к тому что хотели да но и в то же время так сказать мы почему но басконстанта некого басконстанта нет интеграл от hbt обратиться потому что от любой константы интеграл по замкнутому контуру т у нас уже не время а уже координаты в искусственной системе как бы по координатам то есть подполный дифференциал который мы из точки вошли в точку вернули собственно говоря сейчас по этой картинке будет ясно что мы как говорится из этой точки например вышли вот так прошли а потом как говорится должны вернуться в эту точку видите вот это т по горизонтали а здесь у нас вот это ну скажем сюда в общем вот фактически вот как бы когда мы рассматриваем действие у нас контур замкнутый но он замкнут по координатному пространству понимаете а здесь у нас вот вариант предполагает замкнутый контур по фазовому пространству разные вещи в 45-м что постоянное Т или Дз в 45-м Дз это Дз ну той траектории да вот и собственно говоря вот дальше так сказать вот мы выбираем нашу так сказать границу в этом самом в расширенном пространстве таким образом чтобы вот эффективно линия которая отвечает траекторию уже в нашем обычном пространстве она частично совпала с траекторией осцелятора вот как говорится один кусочек мы таким образом воспроизвели но здесь есть еще один кусочек мы вот если в интеграле 43 мы в координатном пространстве из одной точки вышли в нее вернулись то фазовом пространстве на самом деле мы еще должны пройти назад по Т и соответственно нам сейчас как говорится вся разница между интегралом действия и между интегралом для варианта ПОНК состоит именно во вкладе С2 в той линии С2 здесь мелко правда но я считаю круглый это С1 а линия это С2 но на самом деле если учесть что у нас и эта точка и эта точка отвечает одному и тому ДПУ мы можем выбрать такую границу так чтобы у нас ДПУ вдоль этой линии была равна нулю и тогда ПДПУ этот участок не дает то есть на самом деле получается что у нас исходный интеграфный вариант Панкаре так сказать он имеющий вклад как АС1 так АС2 вот на самом деле не за любым является только первый вклад а второй вклад мы можем выбрать равную и тем самым получается что получается что отсюда следует утверждение о том что ПДПУ по контуру С1 он констант так сказать в импульсном пространстве конечно этот контур не замкнут но то есть в фазном пространстве но в координатном пространстве этот контур на самом деле замкнут и вот это тот самый замкнутый контур по которому обычно вычисляется действие вот такая случая ситуация Но здесь, как говорится, я должен сказать, что из-за проблем с Латехом я не успел подготовить слайды для сечения Панкаре, но я на самом деле могу рассказать на доске, потому что реально проскоррепил. Идет более-менее простая, но важная информация. Значит, ну, вот, сначала, так сказать, я, на самом деле, перейду к вопросу 1, 2, 6, то есть системы с разделяющимися переменами. В случае фазового пространства у нас, на самом деле, есть более-менее красивая и ясная интерпретация ситуации, когда по всем степеням свободы перемены разделились. Ну, в этом случае, как мы уже на прошлой лекции говорили, у нас возникают N-уравнение. Куб с точкой равняется некая константа, там, я ее обозначу, омега М и уитэ с точкой равняется омега М иитэ от напора, там, неких констант альфа Ди, альфа Дэ. Ну, и пробегаем тоже от единицы до R. В этом случае, так сказать, можно увидеть, что у нас, в этом случае можно, на самом деле, это уравнение решить. То есть, это, на самом деле, означает, например, попросту, что у от t равняется и t от альфа 1 альфа N. Ну, и в этом случае... На время умножить не может. На t, да. И в этом случае у нас, фактически, так сказать, удобно, так сказать, рассматривать вот эту пуитэ как некоторую фазу, так, для определенности, запишу, так сказать, t и t. А альфа 1 альфа 1 альфа N, это канонические импульсы, сопряженные к куитэ, они будут постоянными. Ну, еще, естественно, плюс константа, здесь, скажем, назначение, t и t. Если рассматривать это как некий периодический процесс, обычно, так сказать, мы рассматриваем ситуацию с фенитным движением. То есть, если система, так сказать, локализована по какому-то постранству, то тогда фенитное движение, это фактически означает, что по обычным координатам она у нас будет болтаться, так сказать, запутанным объемом. В частном случае, если, допустим, мы рассматриваем осциллятор, h равен t квадрате на 2m плюс, скажем, омега квадрате на у квадрате дополам. В этом случае, так сказать, у нас решение, так сказать, для такой системы легко получить, оно хорошо известно. И вот если рисовать его в фазовом пространстве, например, p ну и t, то траектория в фазовом пространстве имеет достаточно простой вид. Ну, это некоторое, скажем, вращение, так сказать, с частотой как раз равной омега. В случае, когда у нас, например, разделились полностью все переменные, то тогда это получается, по сути дела, можно представить каждую из степеней свободы в виде такого осциллятора, в котором, так сказать, траектория, который отвечает фазовом пространстве, вот таким круговым траекториям, правда, вот эти траектории будут двигаться с разной частотой. В общем случае, так сказать, частоты могут быть, скажем, соразмерны. То есть, это у нас, давайте я напишу, да, у большое, допустим, вот так вот, ну и фактически, так сказать, где-то будет у большое, допустим, чтобы, у нас тут не возникло, вот, ну и фактически, так сказать, здесь координаты, это играют роль углов, ну вот, скажем, вот, вот, она, вот, величина, ну, я просто пытаюсь отинтерпретировать на простом языке, на простом примере германического осциллятора, тогда вот эти постоянные импульсы, это будет просто, так сказать, действие, там, германического осциллятора, или радиус, ну, ладно, вот, радиус вот этой траектории, он, на самом деле, пропорционален коренью из действия. Коренью, скажем, из... В смысле, действие за один период, да, имеется? Ну, действие, это то самое действие, которое за один период. Значит, фактически, так сказать, вот, вся, как говорится, мораль будет состоять, что в случае, так сказать, фиксированных этих самых констант, эти частоты будут, будет какой-то набор частот, в общем случае, так сказать, он будет, эти частоты могут находиться в иррациональном отношении, ну, и, соответственно, так сказать, движение будет в базе периодически. Вот, ну, вот, в случае, когда у нас все частоты могут быть представленными в иррациональных отношениях, движение будет периодическим, просто, вот, через общий, так сказать, множитель от всех этих отношений, эта система вернулась бы в исходное состояние. А в случае, когда, допустим, какие-то отношения частоты будут иррациональны, то тогда, на самом деле, система не будет возвращаться в исходное состояние никогда, но тем не менее, так сказать, она будет как-то двигаться. Ну, и, в принципе, вот, фактически, так сказать, если рассмотреть, например, геометрическую, так сказать, структуру вот этого движения, то, если, допустим, в случае одной степени свободы у нас движение идет по кругу, то в случае, когда у нас, допустим, две степени свободы, то это можно представить, ну, таким образом, что я вот сейчас уже условно, так сказать, изображен, что вот, допустим, по кругому-то кругу идет, это одна степень свободы, а другая степень свободы будет по кругому-то кругу. То есть, фактически, если посмотреть, во что превращается, так сказать, эта, как говорится, поверхность, на которой расположена траектория, легко видеть, что это просто будет некий толь. В координатном пространстве, так сказать, да? Нет, в фазовом пространстве, вот эта округленность, она в одномерном случае тоже в фазовом пространстве. В координатном пространстве у нас просто туда-сюда находит, никаких нужностей нет. А это как вот по одной, как говорится, степени свободы, это вращение, допустим, с одной частотой, вот, скажем, у мега-1, а по другой, это будет у мега-2. Ну и, что можно на две этой простой системы? Если, допустим, частоты у вас, скажем, находятся в рациональном отношении, то через какое-то число оборотов, как по одному направлению, так по-другому, система вернется в исходное состояние. Ну и если посмотреть, это, на самом деле, траектория будет некоторая спираль, которая будет, скажем, гравиваться на один из три сторон, и спустя какое-то количество оборотов она замкнется. То есть, по сути дела, у вас, когда частоты находятся в рациональном отношении, у вас будет только часть поверхности траекторов заполнена траекторией, ну и большая часть, как говорится, будет в нетрой. Траектория будет некая линия, которая фактически является мерой ноль по отношению, так сказать, к площади этого тура. Если частоты иррациональны, тогда будет сплошное надевание. Ну вот, по сути дела, так сказать, это, как говорится, есть некая, скажем, иллюстрация, так сказать, но вот эти туры, которые у нас возникают за счет наличия интеграла движения, здесь вообще, как говорится, важно, что у нас интегралы движения, их число равно число степени самода. Тогда получается такая достаточно простая картина. Но если говорить, что будет, когда накладывается какое-то возмущение, то понятно, что это возмущение начинает как-то деформировать эти туры, так сказать, и, в принципе, предостаточно, скажем, большой деформации, сначала начинают... Тут, может быть, нужно осторожнее сказать. То есть, сначала, так сказать, просто, скажем, частоты перестают оставаться там в рациональном, допустим, несоотношении, если они были, так сказать, значительно рациональны. И, как говорится, сначала просто заполняется поверхность туры. Но, в принципе, так сказать, если... Сейчас, так еще и тонусами по себе начинают... Да, да, вот они начинают как-то... Ну, на самом деле, вот еще... Нет, пока еще взаимодействия между ними нет. Просто есть просто возмущение каждого языка, каждой степени совхоза. Если включить взаимодействие между ними, вот то, что вы говорили, то в этом случае, так сказать, конечно, ситуация начинает меняться радикально, и в какой-то момент, ну, тут могут возникать резонансы, которые, скажем... Которые, фактически, так сказать, приводят к тому, что возникает перекачка энергии, скажем так, перекачка вот из одного интервала движения в другой. Ну, и тогда уже начинают дышать сами торы. Ну, и тогда, вот здесь, это возмущение достаточно велико, тогда, вот, возникает, собственно говоря, разрушение вот этих регулярных поверхностей, ну, и, соответственно, так сказать, система из-за режима регулярного может перейти в режим театрический. Вот, ну, в принципе, так сказать, есть и Ремакам, которая, так сказать, Калмогоров, Армольд, Мосер, которая, так сказать, на самом деле посвящена изучению слабых возмущений на эти торы. Ну, и она утверждает, что это в некотором геопозоне, то есть, возмущений, достаточно малых... Структура в виде этих торов независимых остается. Ну, это возмущение Гарлетаниана, да? Ну, фактически, это возмущение Гарлетаниана, то есть, это какие-то, ну, мы можем написать какие-то возмущения, как смешивающие различные степени свободы, так внутри, но... Но, на самом деле, мы остаемся в Гарлетану описания, то есть, никакого трения там... Нет, разумеется, все, все, вот, когда речь зайдет в муниципативных процессах, я отдельно буду говорить. То есть, пока речь идет и чисто Гарлетану на динамике. Ну, и, соответственно, в этом случае, так сказать, возникает разрушение вот этих самых вариантных торов, и вот система... Если система до того, как это возмущение, так сказать, отсутствовало, вот она... И перемены разделялись, она называется... Такая система называется интегрируем, полностью интегрируемая система. Но, вот, в случае, когда включается какое-то возмущение, то интегрированность может разрушаться... Ну, кстати, сказать, она может разрушаться не сразу, по всем степеням свободы, а постепенно, так сказать. Но это, как бы, такая качественная картина. Такой вопрос. Вот, смотрите, вы говорите про интегрируемую систему, вы имеете в виду, что не существует N-интеграла, да? Да, да. Вот я сначала беру Нитальян, я не знаю, сколько там есть интегралов, может, я не умею все находиться? Может быть, может быть. То есть, их может быть N, может быть, нет. Ну, на самом деле, что, действительно, при этом может произойти? Ну, скажем так, вот, ну, фактически, если у нас посмотреть на эти уравнения, частичная интегрированность означает, что вот только для части мы можем написать такие уравнения, и для остальных степеней свободы будет, фактически, вот, какое-то сложное движение, так сказать. То есть, когда число интегралов меньше, но они есть, по-прежнему остается, на самом деле, какое-то, вот, скажем, какое-то упрощенное движение. А сейчас... Сложное движение, это когда хаос, когда все... На самом деле, когда... На самом деле, здесь надо различать движение. Эрганическое. Это когда все точки фазового пространства, так сказать, доступны. И хаотическое, когда, на самом деле, так сказать, есть неустойчивость, которая, ну, приводит... Приводит, скажем, к разбеганию траектории, соответственно, так сказать, и, которая приводит к тому, что мы не можем предсказать поведение траектории в достаточно длительное время. В эрганическом тоже не может показать, что он придет или пойдет, и, реально, предсказать, что мы не можем... Ну, на самом деле, пример... Вот, как бы, частичное эрганического движения. Например, когда, вот, частота, вот, ситуация, скажем, рассматривая вот такой вариант, но в одном случае, когда у нас частица... А может быть, это же еще проще пример. Вот, смотрите... Вот, пусть у нас имеется просто такой квадратный материал. Вот. И мы можем смотреть вот распространение частиц... вот какое-то, скажем, и отражение от стенок. Ну, естественно, он будет как-то отскакивать. Ну, если вот квадратный, то у нас, на самом деле, сохраняется, прежде всего, так сказать, импульс поддоль и импульс поперек. Если, как говорится, скорости у нас находятся в национальном отношении, то тогда у нас, может, здесь какая-то сложная фигура, которая, скажем, хорошо известна как фигура Лиссажу, да? Вот. Возникает фигура достаточно низкой размерности, там, ну, она как-то так вот идет, допустим, ну, и, условно, так возвращается. Вот. В этом случае говорить об эрганичности, так сказать, никто не станет. Но если мы теперь берем, скажем, отношения скорости геросфордальные, то тогда, на самом деле, вот эта траектория, так сказать, будет заполнять риск квадратных квадратов более-менее равномерно. То есть возникает эрганичности. Но хаоса здесь нет. Вот. То есть, ну, в принципе, так сказать, эрганичности это, фактически, требование того, чтобы наша частица, так сказать, появилась вблизи какой-то точки, там, скажем, достаточно, это время может быть большим, но главное, чтобы распределение вероятности, по-моему, в разных точках, оно было, строго говоря, постоянным, если у нас полная эрганичности. Вот. Но, как говорится, вот в таком примере квадратного белья, то у нас присутствует эрганичности при иррациональном отношении скоростей, но отсутствует какая-либо хаотичность. Ну, и, соответственно, здесь можно, как бы, сказать так, что если у нас имеется экспоненциальная неустойчивость, тогда у нас эрганичности эрганичности возникает почти всегда, ну, в доступных областях, потому что, если вы берете, допустим, какую-то точку, то слабое отклонение от нее, так сказать, уже ведет к экспоненциальному уходу, но, вот, вы ее не можете предсказать, на самом, эту траекторию спустя какое-то время, но, вот, непредсказуемость означает то, что, так сказать, она, вот, может оказаться в любой другой точке, так сказать, ну, и, по сути дела, если это продолжить, то легко понять, что эрганичность, ну, может возникать как следствие именно хаотического движения, но, а вот, наличие эрганичности еще не гарантирует отличие хаоса, понятно, да? А, вот вы сказали, что это полностью интегрированная система? Вот, вот это полностью интегрированная. То есть, какие там должны быть толпы? Ну, да, в принципе, можно, на самом деле, это... вот, да? Просто не понял, что... А, нет, сейчас не узнаю, надо нарисовать правильно, да? У нас, как говорится, вот, и доходит, так сказать, какой-то, она прыгает, на самом деле, да, у нас... не связанная траектория, но это, на самом деле, действительно, издержки того, что мы рассматриваем бесконечно жесткую стенку, поэтому, так сказать, у нас здесь траекторий не будет такой сплошной. с другой стороны, так сказать... с регулярностью, надо быть осторожным. Только наоборот, да? Сейчас, у нас скачет импульс, да? Да, да. А, вот, да, тогда наоборот, да, конечно. Скачет импульс, да, вот так, 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 так. Вот так, как-то так получается. Вот, ну, это... Это то, что касается, вот, системы, с разделяющимися переменами, и, вот, возникновения вариантов 40. Ну, на самом деле, я, вот, планирую, что то, что сейчас рассказывается, как нечто общее, оно будет, потом, на конкретных примерах, так сказать, разобрана уже, на конкретных системах. Вот, и, вот, то, что я хотел следующее, это, так называемое, сечение хрон-карея. Вот, но, если у нас, как говорится, рассмотрим, вот, опять же, двумерную, систему с двумя степенями свободы. Система с двумя степенями свободы. Система с двумя степенями свободы. Ну, вот, какое, скажем, белья, в котором две степени свободы. Белья, потому что я хочу, хотя для простоты, чтобы у меня полная энергия сохранялась, то есть, дух упрямлял движения. Вот. Ну, тогда у нас гавертолиан зависит от P1, P2, P1, P2 Ну, P1, P2 – U1, P2 – U1. Постоянность. Дальше, вот, э... Я теперь хочу посмотреть, что у меня будет, если, допустим, у меня есть система, некоторое фазовое пространство. Наличие такого интеграла движения, например, в четырехмирном пространстве у нас понижает размерность области, доступной для траектории данной системы, на единичку. То есть, фактически, все траектории лежат из-за энергетической поверхности. Ну и далее, если мы теперь рассмотрим в этом фазовом пространстве, я хочу, что хочу? Я хочу, по самом деле, поместить в это фазовое пространство плоскость. То есть, я хочу, как говорится, рассмотреть траектории, которые будут пересекать некоторую плоскость. Ну, допустим, плоскость, я выберу, ну, два, меняется константа. Да, фактически, так сказать, у меня... Почему это плоскость? Это же зависит, сказал, от вида, от того, что за функция, вот, какими-то дня, вот... Нет, 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 это я еще, это дополнительная спорта. Дополнительная спорта. То есть, это гиперповерхность какая-то, а это плоскость. Но плоскость это же двумерная гиперповерхность? Плоскость это двумерная гиперповерхность. А что на условиях нужно? Сейчас, нет, давайте, все-таки, это не двумерная. Я просто вот одно такое условие хочу. То есть, фактически, это получается, тогда у меня получается, что вот частица, которая управляется этими двумя уравнениями, так сказать, она на самом деле уже может двигаться в пространстве, размерности не тройка, там, а у нас единичку отнимает это, единичка отнимает это, то есть в пространстве двумерно. Вот, ну и, соответственно, так сказать, тогда я могу, на самом деле, выразить здесь, скажем, ну, исключить здесь реально, так сказать, две переменные, тогда у меня получается, что вот фактически, так сказать, у меня... фактически у меня возникает тут... фактически у меня здесь... фактически у меня, вот, это условие вырезает трехмерное пространство, это условие вырезает некоторую плоскость, и вот, в принципе, в принципе, так сказать, на этой плоскости, так сказать, у меня, в общем случае, так сказать, независимыми переменами остается... P1 и Q1, допустим, я P2 могу исключить из этого условия, так сказать, а Q2, вот, из этого условия исключаю, так сказать, фиксирую, так так, у меня остается некоторая функция, вот, которая описывает движение внутри плоскости, то есть мы независимыми переменными, а свободными оставшимися, будет P1, Q1, вот. вот. ну, и... сейчас это... ну, проще всего понять следующее, что, ну, допустим, у нас... в случае, когда у нас просто переменные разделяются, то тогда у меня, допустим, фиксация, там, координаты фиксации импульса, вот, P2, она, фактически, выбрала некоторую точку, вот, в пространстве P2, Q2, но, вот, если, скажем, у меня независимое, независимое движение по первой и второй степени свободы, то тогда здесь будет просто какое-то такое вращение, так сказать, то есть будет какая-то вот траектория, которая фактически представляет из себя линию. То есть, ну, по сути дела, так сказать, наличие интеграла движения, которое, скажем, позволяет, вот, разделить переменные, так сказать, P1 и первую, вторую степень свободы. Она фактически, так сказать, позволяет, вот, увидеть здесь, вот, некоторую линию. Ну, в случае, если... Не, как линию, подождите, если траекторная линия, то она, получается, у вас всегда есть в этой... Я ничего не понимаю. Но она всегда будет, вроде, у вас по один, по один... Она всегда... нет, но ее положение может быть разным. Если у нас есть взаимодействие между степенью свободы, так сказать, вот, положение может быть разным. Сейчас я просто... В случае, когда у нас, допустим, это просто независимая степень свободы, то тогда будет... Когда у нас полностью разделились переменные, то тогда у нас просто это положение будет не зависеть от того, какие мы фиксировали, P1, Q2 и P2, по сути дела, так сказать. Фактически мы вот этим условием фиксировали P2. В этом случае, как бы, у нас получается траектория независимая от... от того, вот, ну, каждый раз, когда она будет... Мы будем рассматривать эту нашу... Сейчас. Вот, по сути дела, это... Проекция... То есть, в момент, когда... Вот, у нас... Траектория пересекает, вот, положение P2 равное чему-то там, P2 равное... Нет, давайте лучше, так сказать, это колесо расскажу в другой раз, потому что у меня не очень промыводный пример. Так, я лучше тогда расскажу вот... На самом деле, вот ту вещь, которую я сегодня более-менее, так сказать, подготовил, но не успел как раз ее ледефально оформить. Вот, она, на самом деле, так сказать, ну, может быть, логически более простая, и в то же время, так сказать, она, на самом деле, так сказать, нам как раз имеет большое значение, так сказать, для понимания, собственно говоря, проблематики, откуда возникает хаос и... Ну, сейчас, ну, пойдет, так сказать, как говорится, вот, ну, собственно говоря, тема вот это фенитное-фенитное движение сепаратрисы. Значит, я как раз в начале следующей лекции говорил о том, что топология может быть, как говорится, нетривиальной у динамических систем, топология траектории фазы пространства. Вот я сейчас попытаюсь как раз вот пояснить, вот как в простых системах может возникать эта нетривиальность. Ну, прежде всего, так сказать, если мы, допустим, рассмотрим, например, вот такую классическую систему, из которой, кстати, и прорастет хикродата в дальнейшем, это просто не линейный майфут, ну, как бы, клиент, который вывести как квадратно с парт, плюс мг, ну, там, я просто допустим, как я напишу просто, на 8t. Ну, у нас, если это, давайте минус поставим, потому что, ну, тогда вот угол тента будет отвечать минимум потенциальной энергии. Ну, по сути дела, это что за система? Это у нас имеется маятник, который, так сказать, подвержен, ну, скажем, поле тяжести. Вот. И его потенциальная энергия, так сказать, она, как говорится, давайте, она зависит от угла тента, так сказать, от угла отклонения, так сказать, этого маятника. Ну, по сути дела, это был запор. Вот. Ну, и, на самом деле, так сказать, поведение этой системы более-менее легко себе представлено. И, фактически, так сказать, мы сейчас, вот, на ее приеме постараемся проиллюстрировать, вот, действительно, то место, которое реально порождает, вот, скажем, неустойчивость к рассмотрению, в общем-то, достаточно простых динамических систем. Ну, прежде всего, нарисуем фазовую проекторию. Вот. В этой системе. Вот. Ну, здесь, скажем, P, а здесь P. В случае, когда у нас калифания маленькие, ну, у нас, фактически, вот, это, вот, с точностью, там, это длинные, вот, линии подвеса, она, фактически, даёт координату, сдвижку к координате, так сказать, от положения равновесия. Ну, и, по сути дела, это просто будет гармонический стилеатр. Вот. Поэтому, по сути, мы, траектории для малых колебаний легко можно сразу нарисовать. Естественно, они все будут устойчивые, естественно, как говорится, в них не будет никаких, скажем, ну, сложностей. Если, пока колебания остаются маленькими, более, там, вот, даже частота вот вращения будет постоянной, особенно по сути гармонической стилеатр. Что, можно для этой, как говорится, можно сосчитать на самом передине, стилеатр, вот, которая есть интеграал от дета, да, ну, скажем. Роль, кстати, и сопряжённых к углу дета, конечно, будет, ну, фактически, так сказать, момент, да, вот, то есть, я пришёл, скажем, так, ну, и, давайте, ну, давайте так просто понятно, что это некоторая функция, которая будет зависеть от степени возбуждения этого, так сказать, то есть, для нелинейного, для слабых колебаний это будет линейное, а дальше она как-то нелинейно будет довести к степени возбуждения. Можно сосчитать, вот, действия, да, в стилеатр, можно, фактически, так сказать, решить уравнение движения, которые, фактически, так сказать, приведут к тому, что получим это движение, это фанатр, то есть, не совсем симметрично, весело. Вот. Пока колебания маленькие, естественно, так сказать, всё просто. Но, когда колебания, амплитуда колебаний будет расти, нарастать, то, по самом деле, так сказать, частота начнёт зависеть от амплитуды колебаний, и, в конце концов, так сказать, ну, если, как говорится, ну, я, кстати, вот, переследую, это в качестве задачки включу, зависимость, как говорится, оммига от амплитуды, так сказать, ну, от действия, так сказать, для этой системы можно сосчитать, как оно будет, как эта частота будет расти. Ну, понятно, что, что, когда у нас, вот, амплитуды колебаний только будет достаточно большой, что он будет доходить до верхней точки, так сказать, если рисовать потенциал, то потенциал у нас имеет вид, сейчас я его изображу, так, как, потенциал, у, а, т, так, у нас, пока у нас, здесь колебница у нас частота слабая зависит, потом нелинейность будет зарастать, потом, по мере приближения к этой точке, так сказать, будет стриматься бесконечно. Вот, да. То есть, это, означает, что цвета будет, какушка, проходить через ноль. Вот. Ну, если, как вот, у нас траектория будет как-то всё, больше, так сказать, Боик отличался от круговой, но, что тут произойдет при тут же, При достаточно большой амплитуде этот майк перестанет колебаться, а начнет просто вращаться. Ну и тогда, фактически, так сказать, это будет выглядеть. Так? Где-то вот здесь на самом деле наступит, будет сепаратриса проходить. Сепаратриса – это линия, которая разделяет режим колебания и вращения. Но, по сути дела, если мы чуть-чуть, так сказать, как говорится, больше сделаем энергию, то тогда она будет, на самом деле, импульс будет оставаться вот так, вести себя. Так, значит, давайте вот мы, так сказать, углы, кстати, обозначим. Вот это угол моли, это угол пи. Вот, значит, и, по сути дела, так сказать, пока у нас угол до пи не доходит, это просто будет вращение, колебание. А вот здесь вот у нас возникает минус пи и плюс пи, вот такие вот особые точки. Они возникают здесь, то есть чему они отвечают? Вот, если у нас частота, то есть если у нас объект была чуть меньше, то траектория просто останется конечной, то есть фактически, так сказать, фаза будет зажата в финишное направление, так сказать. А если чуть-чуть, так сказать, больше, то она начнет уже, вот, у нас, как-то, ну, у нас... То есть, по сути дела, вот здесь возникает некая особая точка, вот, где, вот, с одной стороны, вот, все парактрисы здесь возникает... Ну, скорость обращается в ноль, вот, норм. И дальше, вот, как раз, вот, небольшое уже возмущение будет сильно влиять на характер движения. Вот, значит, собственно говоря, вот эта точка является помождающая причина для хаоса. Потому что, если мы теперь накладываем слабое возмущение, так же, вот здесь, то... Там, как там, излом, первопроизводность. Ну, на самом деле, вот, здесь идет, так сказать, периодически продолжается, вот, у нас... Можно периодически продолжить, поскольку у нас, на самом деле, гагританян обладает периодичностью, так сказать, для понимания картины, удобно, так сказать, периодически продолжить. Ну, и дальше здесь, фактически, так сказать, у нас возникают траектории бегущие и траектории, так сказать, фенидные, так сказать. И, вот, в этой области, так сказать, как раз, вот, как говорят люди, типа Арнольда, возникает катастрофа, то есть, ну, по сути дела, так сказать, здесь слабое, так сказать, изменение параметров траектории ведет к радикальному, качественному изменению поведения. Вот. Но... Что это должно означать? А где холостом? Сейчас скажу, да. Что это должно означать? На самом деле, это должно означать, что, вот, если мы здесь накладываем какое-то слабое возмущение, уже при... Пока, вот, мы имеем чисто вот такую консерваторную систему, холостом нет. Просто есть фазовые траектории, так сказать, с какой-то, скажем, с особенностями, вот. Вот. Но, разумеется, все регулярно. То есть, мы можем... Если задание начали на условия, мы просчитаем, так сказать, на какое угодно время, и это будет строгий, как говорится, сколь угодно точно. Вот. Но, если мы теперь... Если мы теперь вот сюда добавляем какое-то возмущение, допустим, В, А, Т, Т, например, Обычно сюда добавляют периодическое возмущение для того, чтобы еще резонансы, как говорится, обсуждать. Но тут даже без всякого, так сказать, периодического возмущения понятно, что если будет какое-то возмущение, то оно начнет замешивать траектории, прилегающие к этой поверхности. Поверхность всей парадхизмы. В каком смысле? Ну, потому что вот при одном знаке возмущения, допустим, траектория уйдет в инфинитную область, при другом – в инфинитную. Ну, и получается, что дальше, если у вас, как говорится, возникает такая-то даже очень слабенькая сила, Сколько угодно слабая сила, она порождает смешивание траекторий, которые, так сказать, приходят в эту строчку. Понятно, что вот фактически, так сказать, эти траектории при внешнем воздействии и при несовпадении, допустим, периодов возбуждающей силы и периодов, соответственно, так сказать, этих траекторий, на самом деле, период этих траекторий довольно сильно различается, поскольку период в этой точке сливится к бесконечности, понимаете. Только получается, что возникает некоторое количество траекторий, которые испытывают сильные воздействия за счет этой области. Ну, и тогда, по сути дела, то, как говорится, как результат, здесь вдоль сепаратрисы начинает возникать стокастический слой. Знаешь, что не все траектории могут быть перемешаться, да? Нет, не все, а те, которые лежат непосредственно в списке сепаратрисов. А стокастический слой? То есть это слой, в котором, ну, здесь что получается? Допустим, если вы накладываете какое-то возмущение, то пока вот здесь система один раз прошла, здесь отскочила внутрь, потом, как говорится, в следующий раз она прошла, она может отскочить снаружи и пройти еще, еще раз один период сделать, да? И, в принципе, это приводит к тому, что, вот, скажем, здесь частица может как-то скакать из одного пункта в другой, так сказать, в этой системе, так сказать. Причем, если здесь совпадение, так сказать, ну, скажем, если здесь периоды сильно различаются, какие-то траектории, кстати, они могут близкими оказаться, здесь резонансно могут произвремодействовать с внешней силой, каких-то нет, вот, то в итоге произойдет достаточно сильное возмущение траектории, ну, оно не означает, что у вас действие сильно изменится, оно будет качественно менять поведение траектории, оно будет в инфинитную область попадать, в область инфинитного движения, и вот таким образом, так сказать, здесь происходит как бы разрушение предсказуемости, ну, потому что здесь, по сути дела, вот, он фактически довольно, ну, по сути дела, здесь возникает экспериментальная неустойчивость. Вот если, как говорится, сказать, вот, о чем мы сейчас, по сути дела, обсуждаем, мы, по сути дела, сейчас обсуждаем как раз эту известную всем диффузию арноида. Вот, она как раз возникает вот в этих статистических слоях, вот, и вот, фактически, вот, то, что мы сейчас вот с вами говорим, это означает то, что, вот, даже при очень слабых возмущениях, вот в такой системе может возникнуть с тахастикой. Нет, ну, если мы ошибки округления будем, то тоже они, не, они так же, как это самое, как внешне возбуждающие. Ну, да, в этом смысле, как раз и означает, что, если мы, допустим, начнем это именно численно, то этот статистический строй, физический процесс и парадик тоже. Вот, ну, и, соответственно, как говорится, уже первые признаки стахастики, так сказать, в фразках такой простой системы, они возникают уже на языке, вот, скажем, простого майки, Канелиниенова, но, вот, как раз появление, вот, этих, скажем, хаотических режимов, оно связано с наличием, по сути дела сингулярности, вот, в этой точке, здесь сходятся с ней сепаратисты, ну, и, строго говоря, вот, мы сегодня говорили, что траектории, так сказать, не могут пересекаться, да? Ну, формально здесь пересечения. Ну, когда мы разговариваем этой точке, мы разговариваем. Ну, да, и, скажем, если мы будем, допустим, без возмущения считать, то в эту точку бесконечно долго идти в чистую систему, так сказать, и пока нет возмущения, так сказать, формального нарушения вот того принципа нет. Ну, да, но, вот, если мы какое-то, хоть слабое, своеводно слабое возмущение сюда наложим, то выполнять их уже не получится, понимаете? Вот, и вот эта проблема, как говорится, начинает расти именно от смысла. Если есть возмущения, траектории же могут пересекаться? Ну, вот, они могут пересекаться в разные моменты времени. Конечно, да. Если у вас гамильтониан зависит от времени, то они могут пересекаться в разные моменты времени. Но, вот, строго говоря, если вы, допустим, имеете, скажем, гамильтоновую систему, то запрет на пересечение этой траектории существует в случае, когда вы сравниваете траектории для одного и того же гамильтониана, взятые в один и тот же момент времени. Тогда, вот, вы нарушаете единственность решений, правильно? То есть, если вы сравниваете между собой траектории, которые, так сказать, в разные моменты времени возникли, то, как говорится, получается, что в этом случае, ну, это просто разные гамильтонианы. То есть, то, что у вас при одном гамильтониане из данной точки в одном направлении ушла частица, а при другом гамильтониане в другом направлении, при другом гамильтониане, это ничего не противоречит, понимаете, да? Это не нарушает единственность. Поэтому, так сказать, здесь, фактически, так сказать, ну, пример такой, как бы, геометрической такой символярности, который возникает, так сказать, возникновение, которое, так сказать, приводит к наличию хаотического режима. На самом деле, так сказать, строгое определение в каком теле, что такое диффузия, но, так, строгое. Но, фактически, так сказать, это просто диффузия, на самом деле, если посмотрим на эту сепаратрису, так сказать, то, на самом деле, так сказать, она, вот, у нас, вот, так сказать, если полный фазовый портрет этой системы нарисуемся, то, по самом деле, те сепаратрисы будем из себя, так сказать, представлять некую, скажем, некий рисунок, то есть, распространяющийся на всю фазовую плоскость. Особенно, если мы будем рассматривать периодическое возмущение, которое, так сказать, позволяет нам возбуждать их резонансы крафтные. Вот, то тогда, вот, фактически, так сказать, диффузия Арнольда, это как раз вот блуждание системы по этим околосепаратрисным слоям, вот, и, которое может увести, так сказать, от начального состояния сколько угодно далеко. Если возмущение слабое, то ширина этих слоев будет, действительно, очень маленькой. Ну и понятно, что, если вы ослабили возмущение, то у вас здесь замешается меньшая частота, так сказать, этих самых. Более того, если у вас, скажем, как говорится, если вы здесь имеете траекторию, которая очень долго идет, то, скажем, какое-то быстро осцелирующее возмущение может просто усредняться, так сказать, здесь. Ну, то есть, ну, да, ну, да, и поэтому, так сказать, здесь, здесь, на самом деле, есть некое следствие, которое так на пальцах трудно объяснить, но, на самом деле, оно состоит в том, что с уменьшением, так сказать, траектории возмущения толщина этих слоев падает экстренциально. Ну и, соответственно, так сказать, как говорится, диффузия стахастическая по этим, как говорится, сепаратистами, скажем, вдоль сепаратистами будет тоже сильно замедляться. Вот, но важно то, что, так сказать, на самом деле, действительно, если вы попали сюда, то вы вернулись внутри этого периода. Если вы попали чуть выше, то вы скопнули на целый самый скачок по фазе, у вас может быть очень большой. Если вы сравните две системы, то разбег фаз между ними возникает очень большой, космикроскопический. Хотя, так сказать, дефицитизм... А мы переставлять можем только в точке Пи или нет? Ну, вот, в рамках такой системы, это вот именно в этих точках, так сказать. То есть, вам нужно, чтобы, так сказать, у вас, как говорится, небольшое возмущение обеспечивало. Нет, надо, чтобы сепаратисты пересекались, по сути дела, так. Нет, ну, здесь на самом деле... На самом деле, здесь произойдет даже... Нет, перескоп там, перескоп... Есть, конечно, и такой факт, что здесь как-то перескоп будет тоже возможен, но... Вот, в особых точках, как вклад, как бы, вручайство сети. Ну, там же, казалось бы, что здесь нет, но подводят эти точки, но это не любое обеспечивание, но... Ну, да, ну, строго говоря, у меня все здесь не входило, как говорится. Ну, вы имеете целью, как говорится, изучения, обсуждения именно этой диффузии. Цель вот этого примера, чисто иллюстративная. То есть, она состоит в том, чтобы показать, что у нас даже вот в рамках, казалось бы, вполне такой понятной динамической системы, так сказать, все равно есть места, где вот это возмущение становится, ну, может, радикально менять поведение системы, приводя его к характеризации. То есть, собственно говоря, диффузия Арнольда, может быть, интересна для математиков, но она, строго говоря, для физиков, она не так вот часто может оказываться достаточно значимой. В принципе, вот, она значима в тех системах, где очень много резонансов, большая сеть резонансов, это, кстати, в плазменных ловушках может встречаться, в ускорителях встречаться, вот, может... И там, кстати, перескоп по фазе, это означает потеря из банча, так сказать, частицы, так сказать. Ну, на самом деле, там довольно значимая, так сказать, беда. Вот, ну и, в принципе, так сказать, есть, как говорится, вот, проблема возникновения вот этих самых стахастических режимов, даже вот в ситуации, где почти все движение строго регулярно и нечувствительно к возмущениям. То есть, другими словами, так сказать, это просто пример, что, скажем, стахастика встречается гораздо чаще, чем, как говорится, можно было подумать. То есть, она даже вот в системах, которые, может быть, казались бы изначально регулярными и простыми, она тоже себя может как-то проявлять. Вот, ну, наша цель, это, фактически, так сказать, изучать, как говорится, еще более такие вот, скажем, существенные режимы, где возникновение стахастики, так сказать, стахастика, по сути дела, претендует не на бесконечно малую часть объема, фазового объема, а вполне заметную часть, а то и порой, так сказать, как говорится, стахастический режим становится основным. Может быть, как говорится, в порядке завершения этой модели, я бы хотел сказать, что вот эта точка, где, так сказать, у нас система может либо, так сказать, пройти внутрь, либо выйти наружу, так сказать, это называется точка дифуркации, так сказать, одна из, как говорится, примеров точки дифуркации. Ну, на самом деле, так сказать, эти точки дифуркации возникают и в более простых моделях. Может быть, мы, кстати говоря, в порядке, так сказать, упражнения посмотрим еще и относительно простые примеры, когда возникновение дифуркации приводит к очень интересным, ну, общим, достаточно общим явлениям, например, удвоение периода там, ну, и так далее. Вот. Ну, следующая, так сказать, лекция у нас будет посвящена как раз вот ситуации, когда стахастический режим составляет существенную часть динамики. Ну, может быть, как говорится, в качестве таких вот последних, так сказать, скажем, слов типа анонса, я скажу, что прежде всего речь идет, конечно, о динамике, где вот у нас нелинейность уже играет существенно большую роль, где у нас экспоненциальная неустойчивость может быть весьма большой, ну, и, соответственно, так сказать, эта область, где реально, например, интегрирование вравнений Гамильтона, так сказать, обречено на неудачу, потому что никакие численные алгоритмы там сходиться не будут. Вот. Ну, для того, чтобы, так сказать, изучать подобного рода режимы, так сказать, в свое время, так сказать, Черековым было придумано использовать так называемые канонические отображения. Значит, и канонические отображения, они, по сути дела, собой представляют проинтегрированную там на какую-то часть периода, то есть на конечное время, так сказать, эволюцию системы. Важная деталь, которая, собственно, является причиной, что эти отображения называются каноническими, то, что, так сказать, они, по сути дела, так сказать, сохраняют фазовый объем. То есть, если мы просто поинтегрировали вравнение движения, то тогда бы у нас добиться сохранения фазового объема никак бы не получилось, а вот использование, по сути дела, аналитического такого отображения, которое на конечное время переводит систему из одного состояния в другое, сохраняя фазовый объем, это как раз вот и оказалось тем самым инструментом, который позволил поизучать вот очень интересные вопросы, так сказать, такой нелинейный, в том числе и хаотический динамик. Я думаю, что как раз на следующей лекции, так сказать, мы будем говорить о канонических отображениях, о стандартах отображений Чирикова, ну и, соответственно, так сказать, что в этом случае, так сказать, можно извлечь, так сказать, из этого инструментария. То есть там, на самом деле, возникают разные режимы и понимает, в каких случаях они возникают, в каких случаях, так сказать, движение остается регулярным, например, в каких случаях хаотическим. Вот это будет одна из тем разговора. Ну, надеюсь, мы там также упомянем и критерий Чирикова, который, собственно говоря, принес ему мировую известность и, соответственно, явился важным шагом в понимании ситуации, когда вот хаотический режим становится стопроцентно важным. То есть не как в диффузии Арнольда, которая почти всегда есть, а когда вот действительно система качественным образом меняет свое поведение из регулярной динамики переходит в хаотическую динамику. Ну, вот, наверное, на себе все. На самом деле, динфлюкация, это получается место, где именно траекторию чуть-чуть сдвинемся, она начнет слишком расходиться. Ну, да, да, да. Есть, кстати, совсем простые негамильтоновые модели, которые там позволяют некоторые, скажем, вопросы, и в том числе и замеченные в гибельтоновой динамике, как-то понимают. На самом деле, так сказать, примером системы, имеющей, так сказать, экспоненциальную неустойчивость и широко используемую во многих, скажем, задачах, это датчик случайных чисел. Там тоже, фактически, так сказать, есть экспоненциальная неустойчивость, говорится, если вас несколько раз там итерируете, то у вас уже, так сказать, изменение этого числа получается сопоставим с остальным числом, так сказать. Ну, и, соответственно, так сказать, изменение, оказывается, псевдо-случайным. Ну, вот это тоже... Ну, так сказать, датчик псевдо-случайных. Да, его называют случайных, но на самом деле псевдо-случайных. Вот, кстати, у Черикова есть очень интересная работа, которая, так сказать, он, по сути дела, так сказать, искал аналогию между этими системами, так сказать, динамическими и, по сути дела, тем же датчиком случайных чисел. На самом деле, там отображения есть не только имеющие непосредственно физическое отображение, приложение, а есть еще отображения, которые там максимально идеализированы, но, тем не менее, в них вот эта нетривиальная хаотическая динамика подчеркнута. Вот это отображение Тейлора, то есть не Тейлора, а вот это Бейкера, ну, это, как это, булочник отбирает, ну, и от Арнольда, например, еще один изображение Арнольда, которое, так сказать, известно тем, что оно, по сути дела, дискретное, так сказать, но зато, так сказать, в нем, как бы, подчеркнуты те механизмы, которые лежат в основе датчика случайных чисел. Ну, вот и все, наверное. Ну, спасибо.